Итак, в синем углу клетки, бойцу 26 лет, рост 179 сантиметров, вес 81,7 килограмма. Это профессиональный дебют по правилам ММА. Его стиль – боевое самбо, представляющий клуб Румянцева из Твери Теннис. Тенниса! Теннис Твери Теннис Рефери-боя Николай Шарипов. Бойцы, середина. Центр. Уважаем друг друга, соблюдаем правила. Вновь два дебютанта – Рахман Джанаев, Денис Денисов. Один представитель Твери вчера уже выступал неудачно. Вот сегодня посмотрим, как сложится все для Дениса. Весовая категория до 84 килограммов, постепенно повышается и градус соревнований, и весовые категории. Один Джанаев больше тяготеет к рукопашному бою. Денисов также не прочь поработать в стойке. Ну, как сложится поединок, все покажет октагон. Ну, как мы видели, тоже и в предпредыдущих боях это дебют профессиональный у бойцов. Поэтому, конечно, вот это вот давление первого профессионального поединка, оно оказывает очень сильное влияние. И на стиль может много не получаться. Даже бойцы, ну, часто бывает, что бойцы не показывают лучше, на что они способны. С развороту сумасшедший удар прилетает в исполнении Джанаева, и чуть было не случился очень быстрый нокаут. Стопой он попал, если бы пяткой был бы, конечно, нокаут. Попал стопой. Вообще, много я их и с удовольствием работаю ногами, и коленями, и хай-кик он слева ударил. И явно, что еще не зависит Денисов. Ведет, ведет Денисова. Останавливать этот поединок уже нужно. Надо останавливать этот поединок, конечно. Ну что ж, не успел я даже заметить, сколько секунд потребовалось молодому Рахману Джанаеву, для того, чтобы отправить его в технический нокаут Дениса Денисова. Показал Джанаев очень разнообразную технику. Ну, по крайней мере, стойки, конечно. Партером вопрос не видели. В стойке он действовал как хороший, хорошо подготовленный кикбоксер. То есть он делал и слева, и справа, и прямые удары, и удары с разворота, и коленями. Легко переходил от ударов руками к ударам коленями. Вот здесь нам показывают уже завершающую стадию, но ключевым все-таки был удар с разворота. Безусловно, правый удар с разворот, правой ногой. Немножко ноги подсогнулись у Денисова. Он еще пытался сопротивляться, но было видно, что он просто потерял полностью контроль. Он даже не то, что не успевал, он даже в какие-то моменты, мне казалось, даже не видел, где соперник находится. Он как полуслепой был в стайне Гроги. Итак, что мы имеем на данную секунду? Уже три поединка мы с вами увидели. Вот заканчивается четвертый, и везде представители клуба «Беркут» окажутся сильнее. Вообще, хочу сказать, мы начинали эту тему. Хочу сказать, что это очень правильно, что бойцам дают возможность выступать с таким низким рекордом. Может быть, будет пауза, об этом говорим поподробнее. А сейчас поздравляем, конечно, Рахмана Джанаеву за красивую победу. Аплодисменты его сопернику Денису Денисову из Трид. И победитель Рахман Джананев. Беркут Грозный.